Пресловутая ВСД, панические атаки, необоснованная тревожность, беспокойство. Давайте научимся очень простой дыхательной практике, которая поможет очень легко и быстро выйти из таких неприятных состояний. Когда вы находитесь в состоянии стресса, ваш организм автоматически перестраивает ряд физиологических функций, и в первую очередь в дыхании. Вы начинаете дышать более часто и поверхностно. В свою очередь это может приводить к учащению сердцебиения и повышению давления. А это влияет на вашу психику. Состояние тревоги нарастает и получается своего рода замкнутый круг. Выйти из этого состояния помогает очень простое дыхательное упражнение, если мы знаем, как его правильно выполнять. Мы будем осваивать эту практику в два простых шага. Лягте, пожалуйста, на спину. Под голову лучше всего положить в плоскую подушку или сложенное в несколько раз одеяло. Вы можете прикрыть глаза для лучшей концентрации, но если в состоянии тревоги вам это некомфортно, можно оставить глаза открытыми. Положите ваши руки на живот таким образом, чтобы средние пальчики соединялись в районе пупка, а локти расслабленно лежали на полу или кровати, если вы делаете это дыхание лежа на кровати. И теперь попробуем дышать животом. На вдохе вы надуваете животик, на выдохе отпускаете, расслабляете. Вдох. Представьте, что в вашем животе надувается шарик, выдох этот шарик сдувается. С каждым вдохом надувайте в животе шарик, а с каждым выдохом расслабляйте живот, и пусть ваш живот приближается к позвоночнику. Вдох. Надуваем животик, выдох. Отпускаем все, расслабляем брюшную стенку. Постарайтесь, чтобы при этом ваши ребра не двигались. Не дышите сейчас грудной клеткой, старайтесь дышать только животом. Вдох. Животик надувается, выдох. Опускается, расслабляется. Вдох. Надувается, выдох. Опускается, расслабляется. Для начала желательно так подышать около 5-7 минут. Но в дальнейшем вам будет хватать и 3 минуты. Некоторым будет достаточно уже этого первого шага. Однако исследования дыхательных практик, как техники снятия панических атак, показывают, что более эффективно работает второй вариант этого дыхания. Сейчас покажу, как надо изменить это дыхание, чтобы получить еще лучший эффект. А пока хочу сделать вам подарок. Еще больше подробностей о восстановлении и сохранении женского здоровья вы можете найти на моем мастер-классе по ссылке под этим видео. Там же будут очень простые и эффективные техники работы с эмоцией. Зарегистрироваться на него можно по ссылочке в правом верхнем углу или в описании под этим видео. Если вы его еще не смотрели, регистрируйтесь прямо сейчас. А мы с вами двигаемся ко второму варианту выполнения этого упражнения. Сейчас снова прикройте глаза, если это помогает вам расслабиться. И снова начните дышать животом. А теперь немного сократите ваш вдох и удлините выдох. Попробуйте дышать так, чтобы ваш выдох стал в полтора-два раза длиннее вдоха. Например, вдох на 2 секунды, а выдох на 3 или 4. Вдох на 3 секунды, а выдох на 5 или 6 секунд. Найдите удобную для себя пропорцию, так, чтобы выдох был длиннее вдоха. Все внимание направьте на дыхание. В дальнейшем вы можете делать это дыхание не только лежа, но и стоя или сидя. Ваша главная задача сосредоточиться на дыхании животом и сделать ваш выдох примерно в 2 раза длиннее вдоха.